Здравствуйте, друзья! Защита от солнца это важная грань нашего интерьера. И по ходу того, как я буду показывать все мероприятия, которые мы применили для защиты от солнца, я буду рассказывать, почему пришлось отказаться от всех других опробованных. Потому что в нашем климате, на лоджии, если ее не защищать от солнца, то в тени будет более 50 градусов. Как вы можете увидеть, это обычная строительная подложка. Это подложка, которую можно купить в любом магазине, где она используется для теплых полов или другого утепления строительных конструкций. Мы берем рулон и отрезаем из него необходимый кусок, который будет крепиться на окно по размеру самого стекла. Приклеивать будем скотчем, обычный широкий скотч, большей частью, чтобы он был налипнут на нашу подложку, чтобы как можно меньше попадало на раму. И, конечно, менять придется потом в конце года их снимать, потому что скотч, когда долгое время на солнце находится, он потом раскрывается, распадается, и остаются очень неприятные, несмываемые остатки. На окно, которое открывается, на внутренние окна, мы делаем так, чтобы нашей золотистой корочкой было в сторону окна, в сторону солнца, и это будет той стороной, которая будет на улице. Это такое преимущество. Здесь сетка на окне, которая от комаров, она будет мешать осадкам и другим внешним условиям воздействовать на наше покрытие. А открывание окна внутрь позволяет нам наклеить эту подложку безопасно и надежно, удобно с внутренней стороны. В чем преимущество этого метода? То, что мы обклеиваем ее солнцеотражающими веществами, в данном случае подложкой, с наружной стороны, то есть тепло будет уже отражаться, не доходя до нашего стекла, и сразу защищать. Края обрабатываю скотчем, чтобы они были более твердые, надежные, и вот так приклеиваю. Сначала вверх, верхнюю часть, потом аккуратно приклею нижнюю часть, и так она будет более-менее натянутая. И потом уже спокойно может быть приклеить боковые части. Стараться, конечно, как можно меньше залазить на рамы, чтобы потом, если вдруг скотч начнет расползаться, то того, как вы снимете его, чтобы это было более безопасно потом его смыть. Безопасно для рамы. Ну, мы пробовали обклеивать фольгой изнутри стекла, обычной пищевой фольгой. Это очень, конечно, хорошо она отражает, очень близко прилипает к стеклу. Но при этом, в конце сезона, когда ее снимаешь со стекла, отмыть ее было очень сложно. Это было очень сложно. Все равно даже после отмытия приклеивали на ПВА, и после того, как эту пленку удавалось отмыть, все равно оставались какие-то разводы, какие-то такие непонятные пятна. Они потом очень-очень трудные, долго и сложно их отмывать от стекла. Полимерные пленки, которые сейчас очень модные, распространенные, дело в том, что это будет дорогое удовольствие, если каждый год их снимать со стекла на зиму. А если на зиму оставлять на окне, тогда какой смысл, что у нас такие большие красивые окна, чтобы включать потом дома свет, для того, чтобы освещаться. Хотя они по-любому будут затенять нашу квартиру, что зимой это совсем даже не выгодно, совсем нехорошо и не совсем некрасиво. Но какие еще способы мы имеем? Мы еще пробовали, конечно, жалюзи. Вот у наших родственников стоят жалюзи. Но жалюзи, они почти для такого сильного потока солнца, как летнее знойное солнце, они очень маленькую роль играют. Есть жесткие жалюзи, которые крепятся прямо на самые стекла. Они, конечно, очень дорогие, но опять-таки, они находятся снутри окна. Они находятся снутри окна, и тепло проходит сюда и нагревает эти жалюзи. Они солнце не отражают, они сами нагреваются. То есть есть такие еще недостатки. На другие окна, которые не открываются, на другие стекла, мы клеим с внутренней стороны, чтобы снаружи оно и не портилось, и там не отрывалось погодными условиями. И лазить, клеить, тоже это, знаете, не очень хорошее удовольствие. Вот, смотри, мы наклеим другой вариант. Еще, конечно, делают наружные жалюзи, снаружи на окнах. Ну, опять-таки, это лучше делать при строительстве дома, а на существующую, простую человеческую лоджию, знаете, мы как бы не хотим использовать. А вот такой распространенный материал, как подложка, он очень удобен и приемлем. Вот, берем на внутреннее стекло, просто это может сделать даже ребенок может у себя дома отделать вот так вот спокойно, безопасно, окна, закрыть их быстро. И так делать каждый год, снимать на лето. Наклеиваем, на зиму снимаем, и это будет очень красиво и приемлемо. Как вы, наверное, заметили, чтобы укротить наше южное дикое солнце, то одной подложкой мы не ограничиваемся, потому что оно отражает больше световой энергии, но все равно то, что нагреваются стекла, особенно снутри, когда у нас подложка находится с внутренней стороны, то тепло проходит, и даже сквозь подложку солнце как-то проходит. И как вы видите, у нас есть очень плотные шторы, плотные шторы, но без этой подложки от них, конечно, они, конечно, могут остановить только свет. Будет просто темно, конечно, сокращается жара, но все равно тепло проходит уже через стекло, и все это, вся эта энергия поглощается, эти шторы, и здесь стоит такая прямо настоящая пань. Но, как вы видите, вот так аккуратненько, это преимущество этой отделки в том, что открывая окно, мы открываем вечером нашу загородку, то есть мы и вечером начинаем проветривать квартиру, и при этом наслаждаемся солнечными лучами, которые попадают в дом без искусственного освещения. И, конечно, еще мы используем пеноплекс. Некоторые окна просто пеноплексом прямо закрыли, для того, чтобы потом можно было треумомен снять, они ставятся не на скотч, просто так поставил, поставил, и потом беру и снимаю, когда нужно открыть вечером окно и посмотреть туда. Или как вторичный, второй фронт. На других окнах у меня стоит окно, покрытое подложкой, и сверху пеноплекс. На одном окошке, вот такая, это возле газовой плиты, фанера, не фанера, даже здесь ДВП, покрытая металлической, такой жесткой фольгой, это от рубероидного покрытия, для крыш вообще была эта фольга, она, ей оборачиваю, и вставлю вечером, она, чтобы, она не будет гореть, в смысле, не будет пожара от нее, возгорания, но она помогает, чтобы снимать, в любой момент можно было снять, также здесь у меня, вот возле окна соседнего, открывающегося, съемная такая, подложка, она сверху только закрепленная, я ее открываю окошко, раз ее вытащил, и спокойно, наслаждаюсь солнцем. Вот как это выглядит, наружу с улицы, очень аккуратно и красиво. Всего вам доброго! А чтобы не пропустить очередное видео, не забывайте подписаться на канал, то, что нужно знать каждому.